Первый проект Азиатского банка инфраструктурных инвестиций может быть одобрен уже до конца этого года. Об этом заявил президент финучреждения Цзинь Ли Цзюнь на пресс-конференции, посвященной первым заседаниям Совета управляющих и Совета директоров. В своей речи финансист назвал строительство инфраструктуры ключом к решению основных социально-экономических проблем в Азии. Участники заседания возлагают большие надежды на работу банка. Некоторые проекты уже рассчитывают на его поддержку. Цзинь Ли Цзюнь назначен президентом АБИ сроком на пять лет. По его словам, банк готов вступить в сообщество многосторонних финансовых институтов и содействовать повышению уровня жизни в Азии. Управляющие утвердили устав и правила банка, избрали Совет директоров. Он разработает основные направления политики банка, чтобы мы могли работать с бизнесом, предоставлять услуги нашим клиентам. Мы постоянно консультируемся с нашими клиентами, с нашими партнерами по развитию, готовим совместные проекты. Мы планируем выдвинуть первый инвестиционный проект на одобрение до конца этого года. Все мы знаем, что рост у Азии сейчас значительно мешает пробелы в инфраструктуре. Крайне важно заняться этой проблемой, потому что хорошая инфраструктура – это ключ к многостороннему социально-экономическому развитию, ключ к ликвидации бедности. Два года назад появилась эта идея о том, чтобы создать инфраструктурный банк, и Китай агитировал всех нас присоединиться к ее реализации. И вот сегодня мы сделали это и готовы двигаться вперед. И я надеюсь, что эта инициатива принесет пользу азиатским странам, особенно Шри-Ланке. Нам нужны дороги, недвижимость, социально ориентированные и коммерчески выгодные инвестиции. Банк уже полностью учрежден, что очень хорошо. Мы очень рады стать его частью и возлагаем на него самые большие надежды. Этот банк будет играть огромную роль и в Китае, и во всей Азии. Все мы знаем, что в Азии существует огромный недостаток финансирования инфраструктурных проектов, и этот банк будет играть большую роль в решении этой проблемы. Следующий шаг теперь – это чтобы банк начал работу. Определите проекты, чтобы мы смогли увидеть результаты как можно скорее. Инфраструктура и коммуникации – это большая проблема для Непала, особенно после мощного землетрясения, которое потрясло страну в апреле прошлого года. Поэтому мы ищем поддержки у Китая через двусторонние механизмы, и мы возлагаем большие надежды на АБИИ в плане кредитов и инвестиций, чтобы мы смогли быстро восстановиться. Кроме того, мы хотим развивать экономику, особенно туризм, гидроэлектростанции и другие экологичные зелёные индустрии, и для их всестороннего развития мы очень рассчитываем на помощь АБИИ. Продолжение следует...